Друзья, всем привет! С вами Александр Иванчин. В этом коротком видео я хотел кратко пробежаться по тем составляющим успеха, которые должны присутствовать у каждого человека, который хочет достичь успеха в интернете очень быстро. Меня часто спрашивают, что вот ты много чего даешь, много разной информации, неужели вот это все можно усвоить, вообще неужели это все поддается обучению и так далее. Проблема в том, что люди, вот почему-то, ну, свойства у них воспринимают информацию разрозненно, потому что она давалась на разных тренингах в разное время, и они не могут собрать это воедино. Поэтому именно сейчас я соберу воедино все шесть составляющих успеха, которые должны присутствовать в арсенале у каждого маломальски успешного интернет-предпринимателя. Первое, что должно быть, человек должен вести блог ежедневно. Но, смотрите, здесь не просто вести блог ежедневно, он должен понять, какую ценность он будет нести людям в своей нише, если это блог по рукоделию, либо блог по интернет-маркетингу, либо по кулинарии и так далее, и так далее, и так далее. Очень важно каждый день, каждый день выкладывать, особенно на этапе старта, важно каждый день, каждый день выкладывать какую-либо запись на свой блог, который действительно очень ценный. Блог должен быть оформлен, ну, примерно как здесь заголовок блога, текст, ну, и баннер сверху, на который можно нажать, перейти на страницу сбора контактных данных, ввести адрес электронной почты, ознакомиться там с предложением. Ну, это я уже забегая вперед говорю. Итак, каждый день выкладывать полезную запись на блоге в своей нише, это очень важно, вот просто зарубите себе носу, это важно делать. Следующее, что нужно делать, нужно продвигать, и, смотрите, важно продвигать именно саму запись, привлекать посетителей, посетителей на вашу эту полезную запись на вашем блоге, призывать их к общению, там, в комментариях и так далее, привлекать их, допустим, из социальной сети Фейсбук, привлекать их еще из каких-либо источников. Мы про все эти методы с вами уже говорили, и немало, там, будь-то мы в группах в Фейсбуке, там, ВКонтакте, в Одноклассниках публикуем ссылку именно на эту запись, в обсуждении, да, вот говорят, а мы думаем, что рыбачить лучше на червя, а вы думаете, а у меня вот опыт показывает, что там, ловится вот лучше рыба на кукурузу, и вот у меня здесь очень подробно расписано. Разместили ссылку, человек пришел, почитал вашу статью, вы продвижением занимаетесь. В конечном итоге, кому-то из них, к определенному проценту, захочется узнать про вас подробнее, он нажмет на баннер, пройдет на страницу захвата, на страницу сбора контактов, ведет адрес электронной почты, ознакомится с вашим предложением, и все, то есть он станет вашим покупателем. Дальше, что очень важно делать? Важно строить подписной лист. Я уже говорил об этом пару минут назад, смотрите, что, ну вот, многие люди, они ведут блог ради того, чтобы вести блог. Это, конечно, классно, вас ценят, вас читают и так далее, но вот если у вас на блоге нет, допустим, формы, в которую можно ввести адрес электронной почты и имя свое, чтобы оставаться всегда в курсе ваших новостей, но тогда люди не будут долго читать вас, они забудут, не найдут, не вспомнят адрес страницы, почистят кэш в браузере, и все, больше вас не найдут, не вспомнят. Поэтому очень важно строить подписной лист, чтобы у вас всегда на блоге была форма ввода адреса электронной почты и имени для тех людей, которые хотят узнать подробнее о вас, которые хотят быть в курсе, что происходит с вами, то есть какие у вас обновления на блоге, которые хотят узнать, а чем вы, собственно, зарабатываете на жизнь, что вы такую ценную информацию внесете. То есть это важно. И потом вы подписному листу своему сможете присылать письма с приглашением зайти на ваш блог, что вот у меня такое-то обновление, такое-то статья, заходи, заходи, заходи. Дальше. Естественно, с подписным листом нужно выстраивать взаимоотношения. Что это значит? Это значит, что в подписном листу вы можете рассказывать о том, что у вас происходит. Просто написали письмо, у меня какие-то новости. Это сложно назвать письма ни о чем, но в принципе примерно так. Вы делитесь эмоциями. Лучше рассказывать своему подписному листу, тем подписчикам, которые находятся в вашем подписном листе, ну, о тех или иных событиях, которые так или иначе связаны с темой вашего блога. Тогда они будут понимать, почему вы им прислали это сообщение. Привязать можно что угодно. И, естественно, будут заходить, чтобы прочитать подробнее. А дальше нажмут на баннер. И, естественно, попадут на страницу сбора контактных данных. И, возможно, станут вашими покупателями. Взаимоотношения важно делиться с ними, делиться своей историей, что-то рассказывать про себя, какие истории, куда вы пошли, каких результатов добились и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Усиливать связь можно вот с помощью чего. Приглашать людей дружить в социальных сетях. Будь то Facebook, например, или ВКонтакте, или сеть Одноклассники. То же самое. То есть вы когда усиливаете связь между вами, то есть они, понимаете, людей, ну, природа такова. Когда вы им открываетесь, когда они заходят на ваш профиль в социальной сети, когда видят ваши фотографии, не просто ваши там семьи, каких-то ваших знаменательных событий, очень значимых там для вас событий, видят, ну, то, что вы происходите, приготовили что-то вкусное, сфотографировали, выложили, сшили, например, ну, то есть, вариантов масса, чтобы вы действительно усиливали связь между вами и вашей аудиторией с помощью социальных сетей. Это делать очень легко и просто. Вот. Ну и, естественно, постоянно нужно обучаться и расти. И я рекомендую час в день тратить на то, чтобы посмотреть какой-то новый ролик. Вот, кошка пришла. Новый ролик посмотреть. То есть вот о новых стратегиях продвижения. Будет это продвижение там с помощью SEO-оптимизации, продвижение в социальных сетях, там, видео-маркетинг и так далее, и так далее, и так далее. Растите. Можно там тренинги по копирайтингу смотреть. Ну, то есть масса всего. Просто давайте себе возможность расти каждый день. Хотя бы по часу в день нужно уделять время своему росту. Так, с вами был Александр Иванович. Я ожидаю вам удачного дня. Это кошка Алиса. Все, спасибо.